Здравствуйте! Такая вот тема назрела. Как можно сделать чуточку лучше и добрее жизнь, что ли? Как подарить маленькую радость кому-то? Ну, радость, наверное, громкое слово, но просто чуть-чуть приподнять настроение. Сделать приятное другому человеку. Вот так, наверное, точнее будет. Ну, вот, к примеру, едем, да? Еду я на машине. Я не вижу за машиной, мне нужно ее обогнать. Я не вижу дороги, потому что машина высокая. А водитель возьмет и моргнет правым поворотником, что, мол, дорога свободна, можешь обгонять. Ты выезжаешь, убеждаешься, да, действительно, дорога свободная, можно обгонять. Обгоняешь и моргаешь ему аварийкой в знак благодарности. Ну, так делают водители. А он тебе в ответ моргает дальнюю, что, типа, ну, пожалуйста. И вот, ну, я еду по поселку, здесь такое, это, здесь и люди, и пешеходы, и машины, и велосипедисты, и все, в общем, в одной куче. И нет тротуаров. Так вот, вроде бы это мелочь такая, а становится как-то приятно. Ну, не знаю, ну, мне кажется, всем так приятно где-то. Маленькую дозу хорошего настроения ты получаешь от этого. То же самое, когда кому-то просто придержишь дверь. Человеку приятно, и тебе приятно, и причем еще тебе-то может быть приятнее вдвойне, чем тому человеку, которому ты помог. И вот такие вот маленькие приятности, они нашу жизнь делают чуточку добрее и радостнее, что ли. А чем больше таких радостей, тем, соответственно, и жизнь добрее и радостнее. В общем, я этот пример привела просто сейчас. Машину обгоняла, и мне так получилось. И поэтому я... А, кстати, на эту тему я давно хотела поговорить. Вот еще. Иногда хочется сделать доброе дело. Опять же, приведу пример с автомобилем. Когда ты едешь, и видишь, человек голосует. Ну, на трассе я никогда... Когда я одна, я никогда не останавливаю. Если мы едем с мужем, то... Ну, тоже не всегда, но бывает. Или, допустим, у кого-то машина сломалась. И ты... Быть может, можешь помочь. А иногда, может быть, даже ты не знаешь, можешь ты помочь или нет. Но все равно тормозишь, спрашиваешь. И человеку будет уже приятно от того, что ты принял участие в его проблеме. И порой не знаешь, делать доброе дело или не делать. Или сделаешь, а оно тебе потом боком выходит. Такое тоже бывает. Тут, наверное, нужно... Включать интуицию, что ли. Я не знаю. Но я считаю, что лучше, наверное, сделать. И пожалеть, чем не сделать. И... Ну, и пройти просто мимо. Если доставлю себя на место этого человека. Как-то очень-очень давно, я еще в школу не ходила, мы шли с мамой к бабушке, я этот момент помню, и шел ребенок тоже, не помню, что, то ли я захихикала, или, может быть, я что-то рассказывала. Что над кем-то вот, ну, над смехаться, может быть, в садике. И вот этого я точно не помню. Но я помню слова, то, что, ну, мама выслушала и сказала, а ты хотела бы, чтобы к тебе так относились. Ну, как-то, в общем, так вот было. То, что, если ты смеешься, то, значит, и над тобой потом могут смеяться. Если ты не хочешь, чтобы над тобой, ну, насмехались, то, значит, и ты не смейся. В общем, относись к людям так, как хочешь, чтобы к тебе относились. Вот эти вот слова меня, ну, с детства, как маячок сопутствовали по жизни. И вот тут то же самое. Можно же проехать или пройти мимо и не поинтересоваться. Или подумать, когда там человек валяется, а он пьяный. А на самом деле, может быть, он не пьяный, а ему плохо. Ну, опа, 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 ой, машина задела обочину. Ну, хорошо, что у нее-то. Видать, в телефоне сидит. Ой, скорость небольшая у нас у всех. Вот, делайте, в общем, добро. Сейчас будет дрыгалка, я через мост переезжаю. И бросайте его в воду. Вспомнился мультик. Кстати, хороший мультик. Ладно, всем добра и хорошего настроения. Пока. Пока. Пока.